Женя вспомнила некоторые подробности, которые она в восемнадцатом году не помнила. Я мучилась, думала говорить, не говорить. Я узнал новость, которая меня лично шокировала. Ну, это же предательство. Я с тобой работать не хочу. Это не выполнение обязательств, это предательство и так далее. Это была злость. Ты мне не нравишься. Я его убила. Ты бы села за это. Я боялась её потерять, как друга. Подруга Лена сказала бы тебе до свидания. И помойка тоже получается. Я маленькая лошадка и стою много денег. Мы отсняли, закончили, смонтировали, уже выложили 2018 год. Он оказался супер-гипер насыщенным. Три часа информации, причем мы уже там резали вовсю, как Джеймс Кэмерон Титаника. И все равно у нас не вошел какой-то большой пласт событий, которые были в том году. В Краснодаре партнером стал Иван Костюк. Сейчас мы об этом расскажем подробнее. Женя ушла, Иван пришел. И Женя вспомнила некоторые подробности, которые она в 2018 году не помнила, когда мы снимали видео. И она хочет сейчас нам рассказать. Да, я прошу прощения за такую позу. У меня опять-таки очередной приступ старческого радикулита. У меня прихватила моя грыжа. И я вынужден вот возлегать. Ни в коем случае не списывайте это на мою вальяжность или пренебрежение к вам и зрителям. Мы не будем рассказывать в этом году про 2018. Вскользь коснемся, что зашел. У нас в каждом городе был партнер. В Краснодаре партнера не было. Филиал полностью принадлежал нам. Мы управляли там. Но в 2018 году, когда вот это все произошло, мой товарищ, мы с ним общались хорошо, это Иван Костюк, он попросил меня зайти в партнеры в этой компании. Я не видел смысла отказать. Мы оценили компанию в несколько миллионов рублей. И он зашел. На протяжении всего 2018 года шатка-валка, к сожалению, не получилось показать тех результатов, на которые он рассчитывал. Мы открыли еще одну студию в Краснодаре, но она не полетела. И в 2019 году Лена приняла решение о том, что все-таки с Ваней надо прощаться, нужно выкупать у нее долю. И она предложила Жене, которая на тот момент просто работала обычным мастером, все-таки зайти в качестве партнера и заплатить, выкупить у Вани эту долю. Напомню, что у Жени был шанс получить эту долю практически бесплатно. И она от него отказалась в 2018 году в связи с этими событиями, напугана как раз таки тем, что происходило в студии. Сейчас она заплатила. Сколько ты заплатила за долю? Ваня. Ваня. Ну, как бы ты же не нам платила. А Ване, блин, сейчас точную сумму, там они разбиты были, предоплата. Короче, три с чем-то. Больше трех миллионов рублей она заплатила Ване. Ваня вышел из бизнеса, потому что он понял, что это не его. Такое, ему сложно и он занимался всю жизнь другим бизнесом. У него бассейны для детей и сейчас он этим же и занимается. Наверное, есть смысл спросить Ване, как прошел опыт с нами. Я подозреваю, что его ожидания не оправдались относительно прибыли и выручки. Он вышел, наверное, даже с убытками. Но, тем не менее, как есть, так есть. Сейчас партнер в Краснодаре Женя и сегодня мы поговорим о том, как, собственно говоря, происходила передача и что досталось ей в наследство, когда она в эту компанию пришла. Как же эти метания, метания, я хочу, не хочу, боюсь, ухожу, прихожу. Нет, возьмите меня. Вот это все. Женя сейчас нам и расскажет. Когда вот этот развал случился у нас, когда все партнеры сбежали, помнишь, ты вообще сказала, я не хочу вообще работать. Все, нахер, не хочу. А я понимаю, что какие-то у нас мастера работают, у нас обязательства. И вот когда Иван сказал, ой, а я хочу, а Иван это был для меня такой же бизнес-подкованный чувак, как и ты практически. Но я с ним не общалась так же плотно, как ты, не знала глубины его познания и все такое. То есть, он учился над всем. Он тренером был. То есть, короче, для меня это было прям вау, думаю, класс. Этот если ушел, то этот придет и как бы ничего особо не изменится. И вот мы с ним про сотрудничали, его ожидания не оправдались, мои не оправдались. Кстати, там еще был момент, помнишь, что мы неправильно долю посчитали. И мы посчитали мои вип-курсы, которые, если бы я вела их каждый месяц, то его ожидания бы очень даже оправдались. И он такой, Лена, ну когда начнем, когда начнем. Я такой, ты чего, прикалываешься, я не собираюсь, давай студии на ноги ставить. То есть, каждый месяц работать и как бы от этих слишком легких денег, участия в которых он не принимал, ему брать и отдавать. Я не хотела, чтобы на мне все держалось, но это неправильно. И вот так вот все пошло ни шатка, ни валка, короче говоря. Я ужасно в какой-то момент поняла, что я просто не хочу с ним работать. И я ему говорю, Ваня, я с тобой работать не хочу. А тут же Женя мимо проходит, я говорю, я хочу с ней работать. Женя, я говорю, хочу с тобой работать. Давай. Давайте вы там между собой обсудите, оботретесь, почем продашь, почем купишься. И вот вы там обсуждали, мы, в принципе, не вмешивались особо. Вы обсуждали с ним. Реально. Он тоже был, то хочу, то не хочу, то продам, то я передумал. Помнишь, там что-то такое было? Да, потому что ему было невыгодно продавать по той стоимости, которая стоила компания в тот момент. А, кстати, сейчас секунду я скажу. Потому что то, что мы посчитали неправильно, мы пересчитали. И эту разницу ему вернули. Потому что мы все долги возвращаем всегда. Это болезненная тема. И прям вот все до копеечки. А то, что было неправильно, посчитано ошибочно, то что я отказалась в работе вот этой вот. Я маленькая лошадка и стою много денег. И все, мы ему вернули. И вы уже там вот это обсуждали. Давай еще раз я ремарку дам тем, кто далек. Лене курсы приносили 2 миллиона рублей за 10 дней. Она, наверное, самый высокооплачиваемый тренер на территории России. Но я не знаю, кто бы зарабатывал больше. Приезжали в основном студенты из Америки. Это американцы, англоговорящие. Были русскоговорящие иностранцы. Но это были иностранцы. Соответственно, когда мы считали оценку бизнеса, мы считали все цифры, в том числе туда попали и эти курсы. И после того, как Лена поняла, что ей нужно для того, чтобы повторить цифры этого бизнеса, пахать каждый месяц, она сказала, нет-нет-нет, я пас, мы вынуждены были пересчитать стоимость вхождения в ванне и вернуть ему часть этих денег, которые он переплатил. Все. И дальше уже вот ваши взаимоотношения. Да. Расскажи, в каком состоянии досталась тебе компания и что вообще пришлось тебе менять? Компания досталась в состоянии недобора мастеров. На тот момент я не вспомню сейчас, сколько было. Они все ушли, ты помнишь, они тут организовывали вот это против ЕН. Это да. Вот эти все, они все разбежались, причем я тебе скажу почему, потому что тут твоя бывшая подружка Аня Дубовик со своей кислой рожей, всех их вот это настраивало на лад. Я уверена. Аня Дубовик твоя бывшая подружка? Бывшая. Мы с ней не общаемся вообще. Нет. Нет. Я не веду. Я не контактирую. Аня увела мастеров? Аня увела одного мастера, как минимум. И у меня есть переписка, где Сергей очень активно участвовал в том, чтобы остальные мастера тоже разбежались. Ну смотри, чтобы не было так, что ты скажешь сейчас да, сколько-то месяц-два ты поработаешь, потом скажешь типа ой, блядь, что-то я ухожу, и она тебе со всей пеной, со всей желчью может антирекламу ебануть конкретно. Он им говорил, что делать. А зачем ему это? Блин. Вопрос вообще открытый. Я не знаю, зачем. Потому что он ушел, мы с ним вообще никаких терок не имели совершенно. Они сказали, мы не хотим деньги, хотим вернуть. Мы сказали, на, забирай деньги, все, до свидания. Я сказала, Аня, счастливого пути, троллевали. А потом вот эти все переписки, когда вылезли, когда Юра мне одно поднял, вот эти чаты внутренние, когда они там клиентов. Ай, дешманских не бери, дорогих бери, вот это вот прям, это прям жесть была. И активно в этом участвовал Сережа вот этот, Сергей Гончаренко, который сейчас учит всем. То, что ты мне присылала, голосовать. Да, да. Ты говоришь, это не он, это он. Но я до сих пор так и не узнала его голос, честно говоря. Смотрю, сейчас в Сочи пройдет конференция. И там вот эта помойка вся собирается, да, да, да. Еще и квартиру выиграйте. Помойка, которая работала у нас. Почему она помойка? Они молодцы. Моральная, нравственная помойка. Просто это. Для тебя, для других они молодцы. Они, у тебя конференция на 50 процентов больше состоит из людей, которые работали у тебя. Но для тебя это признак того, что ты воспитываешь помойку. Да, и ты помойка тоже получается. Нет. Если большое количество людей становится в этом бизнесе и в этой жизни успешным после того, как они отработали рядом с тобой, это означает, что они вне зависимости от их моральных качеств получили, прошли большую школу и это им помогло. Почему? Я как раз даю оценку моральным качествам, понимаешь? Хорошо. В итоге, в 2019 году ты зашла в бизнес и студия приносит вообще прибыль? Приносила прибыль на тот момент? Нет. На тот момент не приносила прибыль. Потому что были вложения в обучение мастеров. Новые мастера – это дешевые модели, которые не перекрывают совершенно все затраты, которые идут на процедуру, еще плюс на зарплаты мастеров, которые этих мастеров новых обучают. Ясно. Плюс к этому у нас была очень неэффективная управляющая компания. Я об этом расскажу попозже. И Краснодар заплатил в ноябре, по-моему, 2019 года на услуги управляющей компании 700 тысяч рублей, больше 700. А, вот это вот, да. Это просто трэш. И я об этом коснусь отдельно, это тоже одна из ловушек, в которую может попасть руководитель владелец бизнеса. А пока здесь появится скрин, вот здесь, на этом месте, где в комментариях на ютубе говорят о том, что Лена, Женя постоянно трет нос, она что-то врет, что-то недоговаривает, это Женя не нравится мне. Там даже минуты указаны. Да, указан тайминг, да, она отводит глаза, она мнет. Я человек, который доверяю людям и, в общем, признаков тому, чтобы Жене не доверять, у меня не было, потому что Женя прошла полиграф, Женя внесла, она проголосовала деньгами, внесла деньги, став учредителем. И буквально позавчера я узнал новость, которая меня лично шокировала. Я после этого однозначно пересмотрю свое отношение к Жене, я пересмотрю свое отношение к бизнесу совместному с ней. Эту новость рассказала мне Лена, между делом, гуляя. Для нее это было между делом. И у меня же волосы на жопе встали ёршиком и… Стало неудобно идти. Ну, реально, для меня это прям холодным потом меня пробило. Расскажи, пожалуйста. Сначала ты… Я? А потом, да. Потом расскажет Женя. Как это все было? Ты подала так, что Женя сказала, что ей стыдно. Ну, как это было? Когда Женя, вот за эти два года, когда Женя мне говорит, Лена, есть разговор. Я такая, думаю, блядь, что еще, я опять ухожу, нет, я возвращаюсь. Я уже, вот у меня уже думаю, ну, что еще сейчас, может быть, после всего, что прошло, мы сняли, уже все выяснили. Я говорю, пошли сразу, потому что я не хочу, если мне сказали, я говорю, пошли сразу. Я не могу ждать, если ты, как бы, открыла рот, уже выпускай слова. И я ее выволокла, и она там хотела час разговаривать, но наш разговор уместился там 15 минут, 10. На самом деле, я хотела с двумя с вами разговаривать. Ну, тогда надо было как-то по-другому организовать, а не когда я на велосипеде сижу, практически уезжаю. Вот. И что мне Женя сказала? Она сказала, я знала обо всем до того, как вы узнали. То есть, я была на встрече вот этих всех гнилых людей, партнеров, которые нас кинули. То есть, у меня не было, знаете, как я рыла, все чаты, я рыла, искала, у всех спрашивала. Я искала доказательства, потому что это было организовано, осознанно, заранее. Они вот так вот случайно, спонтанно все вдруг ушли, потому что всем невозносимо стало с нами работать. А прямых доказательств у меня не было. Там писулька, здесь писулька, дата одинаковая, там слили базу, здесь зарегистрировали сайт там и так далее. Они все как бы в одно сливались, но вот… Насколько я понял, Женя сейчас об этом расскажет подробно, ее пригласили на мероприятие, которое состоялось в Москве, на котором присутствовали все эти декабристы в виде Куцеволова Аня, Куцеволов Богдан, потом… Кто был еще… Бэлла Склада, Даша, Даша, видимо, организовала… Даша, Дарья, Остин-маркетолог. Кто еще? И Ксюша. И Ксения Старшинова, это Москва. Рамазановых не было? Да. А где происходила эта встреча? У Даши. Дома? У Даши дома? Да. А она домой пригласила всех? Да. И что там было? Расскажи мне. Ну, смотри… Пенная вечеря? Да. Я тогда, в принципе, когда я все рассказала, я и не скрывала. Ну, реально, ты говоришь, я прошла полиграф, я не скрывала. Но, да, вот этот факт – это важный факт, я об этом понимаю. Я, ну, не договорила. То есть, я говорила, что да, я знаю, что я тоже почти не ушла… Ну, почти ушла. Даша, давай мы это разберем попозже. Сейчас меня интересует… Что было там? Там была уже чистая организация, все, вот, когда отсоединяются, там, какой у кого сайт, там, какая реклама, что как чисто технически, то есть, база уже была, ну, у всех. Как ты узнала, что и каким образом тебе была подана информация о том, что, может быть, у тебя скриншоты есть переписок? Ничего нет. Объясню почему. Потому что сразу удалялось. Даже если Аня Куцеволова что-то писала, какие-то, ну, вот те самые документы, помнишь, о которых мы говорили. То есть, она сама сразу озвучивала, я буду удалять, естественно, сразу, смотри там, чтобы в Телеграме ничего не было. Вот. Этих переписок нет, естественно. Окей. Как… За сколько времени это началось? То есть… За сколько времени это началось, не знаю, меня подключили, я полагаю. Прям вот уже… Прям вот… Прям вот, видимо, все думали, а Жене что, говорить, не говорить, говорить, не говорить… Ну, в мае, короче, тебя подключили. Ну, вот когда это все все отсоединили? Середина мая. Середина мая, пятнадцатого мая. Ну, да. Однозначно мая. Ну, не раньше, да. Сначала сообщениями, так, вокруг да около, вокруг да около. А потом все-таки давай, Жень, приезжай, мы все встречаемся, поговорим. И тут я вот на этой встрече уже все. Вот бабах, и уже обсуждается прям дата, кто, как просто… Как это будет? Да просто выйдут, я там выйду из чата, ты потом тоже выйдешь из чата, все. И я приезжаю, а это планировалось сделать, они планировали это сделать все чуть позже, чем вы узнали, потому что, ну, там же потом цепочка событий от Юры и информация пошла, и поэтому это все произошло раньше, а планировалось, ну, там, чуть позже. Вот, и я приезжаю, и буквально это через день все уже происходит. Почему? Вопрос, почему я не скупала. А это мы все коснемся. Когда вы были на этой встрече, мне интересно, что явилось драйвером к тому, чтобы нас кинуть. Это же кидок. То есть, они знали о том, что они могли выйти по правилам. Твое отношение к партнерам. Еще раз. Мое отношение к партнерам может быть разным. Я ни в коем случае не строю из себя идеала. Я могу быть сволочью. Но я никогда не был нечестным по отношению к партнерам. Но это так и есть. Я знаю. Еще раз. Я пытаюсь понять. То есть, они на голубом глазу считали, что они делают праведное дело. Или они собирались как заговорщики и говорили, да, мы делаем черное дело, мы идем на компромисс с совестью. Какой эфир в этом воздухе, когда у вас встретились был? Это был позитивный? О, классно. Мы такие молодцы. Или негативный? Совесть мучила их или нет? Нет, негативный. Знаешь как? Мучила Ксюшу. И я находилась там в таком состоянии. Непонятно, где вообще правда, где неправда. И потом еще, когда вернулась. А Аня, это была злость. Вот просто злость очень сильная на вас. И желание сделать так, чтобы ушли все. Окей. То есть, с Куцеболовой понятно. Она, насколько я понял, опять-таки, твои слова, у нее была какая-то эмоциональная обида, перенесенная на бизнес. И она решила таким образом или отомстить, или сделать там больно или неприятно. Я не знаю, что явилось причиной этого. Потому что лично Аню я никогда не третировал, не унижал. Не грубил ей, не орал на нее. У меня не было этого. Я мог Куцеболова Богдана унизить. Ну, я до сих пор считаю его как бы просто приживальцем. Человеком, который ни на что не способен. И ничего не достигнет. Опять-таки, я могу заблуждаться. Но, как минимум, он не имел права управлять компанией без согласования со мной как партнером. Это обида в том числе. Может быть. А что еще было? Она тебе высказывала обиды какие-то? Ну, история с Дашей. Вы это сами прекрасно понимаете, озвучили. Да, потому что на тот момент она для всех продолжала оказаться идеальным специалистом. Идеальная палочка-выручалочка, которая сейчас решит все проблемы. А ты этого не хотел. Нет, я уволил Дашу, потому что она начала орать на партнера. Я говорю в другую сторону. Да. Ну, то есть это же очевидно. Ну, они считали, что она классная, клевая, ее нельзя увольнять. Она суперспециалист и все такое. И это была, знаешь, как бы для них твоя ошибка. Они технически поняли, что они сами себя загнали в ловушку спустя несколько месяцев. Ну, да. Они же продолжали работать. А в тот момент они считали, что она… И Женя же считала так же. Окей. Хорошо. Короче, обсуждали детали и так далее. Ты обо всем знала. У меня тогда вопрос. В момент самого, скажем так, кражи филиалов, в момент самого вот этого захвата. Я понимаю, ты была на нервике, ты не верила нам, ты не доверяла нам. Но Лена настояла на том, чтобы вернуть тебе деньги, которые ты вложила первоначально в нашу компанию. Хотя по условиям договора мы не обязаны были это делать. И Лена эти деньги добровольно, потому что она ценила тебя как подругу, она ценила тебя как мастера. Она говорит, что для Женя хорошее, я эти деньги ей верну. Она вернула тебе деньги. После этого что мешало тебе об этом рассказать? После этого у нас отношения стали действительно дружескими. На тот момент у меня закрались сомнения в отношении Лены. Ну, как бы я бы сразу сказала, если бы у меня вообще не было сомнений, где правда, где неправда, кто прав, кто виноват. Вот. Я, ну, мы же эмоциями движимы, не только логикой. Логика потом приходит, когда эмоции отступают. И сразу я не сказала по понятным причинам. Ну, как понятным, я озвучу еще раз. Я приехала, и я не видела Лену, и я реально, я ходила в слезах. Я не помню это честно. День или два прошло, но и потом бах, и вот это все отсоединение. То есть я мучилась, думала, говорить, не говорить, надо встретиться. Нет, потом. Ну, короче, вот. Ну, как есть. А потом, когда это все случилось, и все. И понимаешь, ложка дорога к обеду. А потом через время, ну, у нас отношения наладились, и я действительно поняла, что это дружеские, я ее ценю очень сильно и сейчас, как друга, и я бы этого всего не рассказывала. Как это связано? Ты наоборот, подожди, ты наоборот должна рассказать, потому что ты ценишь ее как друга. А я потом не говорила, потому что я боялась ее потерять, как друга. Ну, это такое, ну, это же предательство. То есть я активных действий никаких не предпринимала, мне нечего было красть, да, я ничего не делала. Но я же не сказала вовремя, хотя я сути не меняла, уже как бы все, уже все было сделано. Но все равно приехала и не сказала. Окей, почему ты решила сказать? Потому что, потому что совесть мучает, ну, реально. Потому что я бы все равно это сказала рано или поздно, и я понимаю, что для вас это важно сейчас. Потому что снимается этот сериал, и все можно переиграть и с филиалом, я это понимаю. Лена учредитель по-прежнему. Ну, я не хочу это сказать потом, когда уже все стихнет, затихнет. И вот, ребят, знаете, вот так вот. Любое вранье, любое утаивание информации, любая неискренность приводит к тому, что рано или поздно ты начинаешь трактовать в ограниченном количестве информации действия другого человека так, как это либо выгодно тебе, либо представляется тебе правильным. Я трактую твои действия так. Я могу заблуждаться. Вопросов нет. Но докажи. Еще раз. Может ли человек два года промолчав, а потом узнав, что я контактировал напрямую с Куцеволовой, узнав, что мы не закопаем этот трупик в песке времени, испугаться, что все это вылезет, испугаться все потерять и сделать вот такой вот жест. Ну, может. Может. Особенно ожидая от тебя это. Что значит особенно ожидая? Еще раз. Потому что Лена заставляла тебя давать интервью. Ты отказывалась. Я отказывалась именно по этой причине. Я не хотела говорить. Ну, то есть я бы могла не дать интервью и что. Все. Подруга Лена сказала бы тебе до свидания. А у Лены большой медийный ресурс. Я понимаю. Лена сейчас направляет к тебе вип-адванс. Она направляет к тебе трафик иностранных студентов. Сейчас коронавирус. Не очень хорошее время для выездного обучения, но это пройдет. Дим, доказательство то, что я могу тебе только сказать, что это не было причиной того, что я сейчас это рассказала. Только то, что, еще раз, Лена сейчас продолжает находиться в учредителе, в филиале. И я прекрасно… Возможно, да, это, может быть, и вскрылось бы потом. Может быть, я бы рассказала сама позже. Но я же могла подождать, когда все немножко подутихнет, когда Лена выйдет из филиала, когда там заработаю немного. Ну, ёпара-сете. Но я же это сказала сейчас, пока снимается сериал. Я знаю, что, да, это приведет к этому видео, которое может нести вот такие последствия, которые ты сейчас озвучиваешь. Тем не менее, я это сказала сейчас. Ну, как бы только это я могу сказать. А давайте мы поступим так. Зрители, которые смотрят на это со стороны, они напишут в комментариях, верят они тебе или нет. Как мне поступить сейчас? Давай. Как ты видишь правильным и адекватным? Не с точки эмоций. То, что… Сейчас, подожди. То, что эмоционально это меня обидело, бесспорно, но опять-таки. Ну, это неконтролируемая штука. То, что тебя бросает в холодный пот, когда ты понимаешь, что человек должен был об этом сказать, но не сказал. Давай, расскажи мне, пожалуйста, почему, по твоему мнению, я должен, вот с точки зрения взгляда в будущее, сказать, ну, нормально. Потому что это… Ну, а что? Это будут только мои слова, в которые ты сейчас снова Еще раз. Я готов к обсуждению. Не вопрос. Еще раз. Я не говорю, что я не верю в твои слова. Мы общаемся. Можно я расскажу историю? Давай. Короче, когда я училась где-то в шестом или в пятом классе, у меня был попугай. Его звали Гриша. Как же мы его любили. Он, короче, цитировал Пушкина, он вообще был гениальный. Волнистый попугай голубого цвета. Ты рассказывала же эту историю. Короче, я его убила. Он летал за колокольчиком, я от него бегала. У нас была такая игра. И он всегда, когда садился на дверь, он вот так отклонялся назад, когда дверь закрываешь. И тут этот дебил, не побоюсь этого слова, взял голову как бы в дверь, просунул. И я его, чик, сделала. Голова не отпала, она вот так вот стала болтаться. Я еще с ним таскалась, делала ему искусственный дыхание. Не знала, что делать. Просто я его дула в рот. У него шея поломана, ему в рот. Мне думаю, это же как класс 4-5. Вот так вот. Мы еще в Грозном жили. Потом я… У меня истерика. Там где-то ходит семья. Это все секунды. Я его беру, кладу на стол и убегаю в туалет. И там рыдаю. Просто рыдаю. Да, вообще. Не сдохла там, рыдая. И выхожу. А его уже обнаружили моя мама с сестрой. И тоже над ним рыдают. И как бы они там решили, что он подавился. Рядом какое-то уже нашли зернышко. Что-то такое. Вот ты, наверное, подавился. Он уже сдох. Он сдох еще у меня на руках. И я такая, зачем мне говорить? Уже же и так они там версию придумали. И как бы меня… Я с этой херней жила всю жизнь, блядь. Пока мне не стало там лет 25. И пока я не призналась своей сестре и маме, что я вот это сделала. Это меня мучило. Я ему сделала надгробие. Нарисовала его портрет. У меня в клетке стоял вот его портрет. Короче, долго этого. Я не знаю. И с точки зрения психологии, может быть. Вот я так боялась сказать им. Хотя я думаю, что они бы поняли. Это дурость какая-то. Это какая-то ошибка. А потом мне казалось, что если я скажу, а не скажу. Ах ты скотина. Сразу не сказала. Мы бы по-другому относились. Еще чуть-чуть. Короче, вот это ком она нарастала. И чем больше времени проходило, тем я понимала, что вообще меньше шансов, что я скажу это. Как бы триггером ничто не послужило. В твоем случае, это наш сериал послужил триггером. Может быть, ты никогда бы не решилась. Если бы мы не стали снимать, я думаю, ты простила бы эту информацию. Она ни на что не влияет ведь уже. Ты там уже доказала свои… Я всех оправдываю всегда. Я просто пытаюсь объяснить, что я немножко понимаю. Он другой. Он сразу говорит. Понимаешь? Я бы думала, он пришел бы с этим попугаем и сказал бы, я убил его. Убейте теперь меня. Да? Что-нибудь такое. Ну, потому что люди совершенно разные принимают… Ну, я тоже… Ну, в коне я была ребенок. Я была слабый, глупый ребенок в истерике. Блять, я еще лет… Мне кажется, даже может в 30 сказала, когда это стало вообще неактуально. После него нас было много попугаев. Они вообще не дотягивали. Я пыталась завестить. Шурик был там, еще кто-то. Ну, короче, этот был самый классный. Я его убила. Женя, расскажи, пожалуйста, про ситуацию, когда либо Богдан, либо кто-то из них говорил о том, чтобы ты забрала те деньги, которые ты вложила в компанию с счета ВП. Или просто они сказали, просто забери деньги. Да, просто говорит, да тебя надо снимать. Ну, просто. Это было настойчивое руководство к действию. Да тебе нужно снимать. Ты понимала, что это срок? Ну, ты бы села за это. Да я это даже не рассматривала. Прикол, потому что… Я это сразу воспринимала. Я говорю, да вы чего это вообще… В этой парочке Богдан-то якобы юридически подкованный чувак. То есть, задача была нас разорить просто в моменте, чтобы мы не могли ничего сделать им. И то, что ты бы за это пострадала. По херу. Просто по херу. Главное было использовать всех как можно сильнее, чтобы самим выжить. Насколько ублюдки. Да. Как бы ничего нового. Мы с Леной обсуждали. Ну, это я говорила. Мы в этом году расскажем про то открытие пигментов. Мы открыли производство пигментов полноценное. И я каждый раз смотрю за тем, как разливаются пигменты у Куцевого. Она производит свои пигменты. Они называются брови. И сейчас появится видео. Это видео из аккаунта Ани. В этом видео пигменты Куцевого разливаются из больших канистр. Помимо того, что… Смотрите, сейчас сразу деталь скажу. Относительно того, что людям, которые производят такие пигменты и совершают такие действия, которые они совершают, это воровство, подстава людей, которые рядом с ней работают, это невыполнение обязательств, это предательство и так далее. Для них абсолютно… Волшебный латекс чего стоит. Это абсолютно нормально взять и дурить целевую аудиторию. А то, что Аня говорит, что они производят из американских пигментов, либо враньё, потому что ни один из поставщиков американских пигментов не отгружает в больших ямкостях, в пятилитровых. Либо они покупают просто обычные бутылки, сливают всё это в пятилитровые бодьи и из бодей уже разливают. Я не увидел их миксера. Более того, в процессе работы, в процессе разлива должно быть постоянное смешивание. Почему? Потому что на дне осадок, сверху более лёгкие вещества, соответственно, в какие-то пузырьки попадает один цвет, в какие-то другой. И этим пигментам верить нельзя, как нельзя верить Анне Куцеволовой. Это жулик и обманщица, которой, собственно говоря, доверять вообще ни в коем случае нельзя. Это вот мы об этом расскажем ещё, покажем на производстве, но я бы не доверял ни одному продукту, который эта обманщица пытается вам продать. Пока с Женей мы закончили, ещё раз, для меня ситуация с тобой, она не имеет эмоционального оттенка. Мне неприятно, что так получилось, но, тем не менее, я делаю то, что я делаю, не потому, что ты мне не нравишься, или я испытываю глубокую неприязнь. Если вы считаете по-другому, дорогая аудитория, давайте выйдем в онлайн и расскажем, что я не прав, что Женя другая, что на самом деле это было у вас, если у вас это было, расскажите об этом. Для меня это очень важно. Если я увижу в комментариях, что я не прав, я изменю своё мнение. Женя, спасибо большое за то, что согласилась на это интервью. У тебя есть что добавить? У меня? Угу. Очень грустно, что так всё получилось. Сейчас мы идём на производство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok